Одно из событий, ближайшие недавних событий, стало открытие нового аэропорта в Саратове. Аэропорт, который назван именем первого космонавта Юрия Гагарина. И вообще, открытие новых аэропортов – это событие довольно-таки редкое и интересное, потому что, в особенности, очень интересно посмотреть, как изменится бизнес-потоки и потоки перевозок именно в связи с появлением нового аэропорта. Ну, естественно, это действительно важное событие. Надо сказать, что за последние 30 лет это второй новый аэропорт, построенный в России. Событие-то и в мире очень нечастое. Все мы знаем грустную и абсолютно необъяснимую историю с новым берлинским аэропортом, который не могут запустить. Скоро будет 10 лет. И это в Германии, которая одна из самых высокотехнологических стран в мире. Поэтому открытие этих относительно небольших аэропортов в Ростове и в Саратове, конечно же, имеют для нашей страны большой смысл как с точки развития инфраструктурных проектов, но и с точки зрения воздушного транспорта в целом. Я абсолютно согласен, что будет крайне интересно посмотреть на развитие трафика в этом направлении, которое до самого недавнего времени в значительной степени искусственно сдерживалось в той ситуации, что старый Саратовский аэропорт и авиакомпания являлись одним хозяйствующим субъектом. При этом компания была, конечно, абсолютно такая банкротная по типу. Трафика там большого не было. Это была чистая монополия, и тем более, что качество и характеристики взлётно-посадочной полосы были такие, что реально туда могли летать только самолёты Як-42. И, в общем, другие авиакомпании на более современных самолётах просто не рисковали туда выполнять полёты, поэтому, в общем, до времени получалось выдерживать вот такую монопольную ситуацию в этом аэропорту. Сейчас, конечно же, с новым аэропортом ситуация в корне меняется, и сейчас, вероятно, вполне можно ожидать. То есть, с одной стороны, в общем, Саратов никогда не был таким мощным направлением и по перевозкам, и по транзитам, и так далее. Но при этом нельзя исключать, что в результате появления такого инфраструктурного изменения там как раз появятся какие-то возникнутые и будут формироваться новые пассажиропотоки. Ну, это действительно интересно, и я хочу сказать, что 25-26 сентября в Москве будет проходить обновлённая, переформатированная конференция, которая получила название «Аэропорты будущего». мы обязательно пригласим специалистов и руководителей новых российских аэропортов и ростовского, и саратовского с тем, чтобы они с профессиональным сообществом поделились на будущее своим видением того, как их аэропорты будут развиваться. Да, здесь ведь принципиальное отличие современной ситуации в том, что аэропорт уже не может существовать просто как такая, условно говоря, площадка, которая собирает деньги за обслуживание авиакомпании и этим только живёт. То есть аэропортом необходимо искать новые ресурсы для развития, новые ресурсы для привлечения перевозчиков, для привлечения пассажиров. И поэтому вот в рамках этой конференции уже сейчас у нас сформирован достаточно такой представительный и широкий круг участников. То есть мы ждём в гости представителя аэропорта Мюнхена. Это такой, ну, один из крупнейших европейских хабов. То есть аэропорт с историей, аэропорт с традициями и в то же время аэропорт, который ищет дальнейшее направление развития. У нас есть среди выступающих представитель аэропортов Литвы. То есть это аэропорты, которые оказались в совершенно другой ситуации. Это маленькие аэропорты, которые оказались вот сейчас в рамках уже объединённой Европы. И им там очень непросто искать место под солнцем. И, наконец, ещё у нас есть в числе представителей, в числе выступающих. Это представители нового Стамбульского аэропорта. Это аэропорт, который планирует стать таким в мировом масштабе крупнейшим мегахабом. У них в перспективе строительства до 10 взлётно-посадочных полос запланировано. Сейчас уже их 3 или 4. И, соответственно, вот за счёт того, что мы соберём у себя такое количество разных аэропортов с разной географической ситуацией, с разными бизнес-моделями, это позволит как-то и всем участникам профессионального сообщества найти какие-то аналогии, какие-то ассоциации, какие-то перспективы и не так или иначе сформулировать для себя программу дальнейшего развития, чему, собственно, и посвящён аэропорт будущего. Субтитры создавал DimaTorzok